Биться нельзя ни на йоту, если кто-то свой шанс разбазарит. Бог речной овертайм не подарит, но а мучий ход не уйдет. Трубачев скорости не хватает, но корпус выставил и все равно Короткову проиграл. Неплохой момент и до броска дело-то не довели сейчас Коротков вместе со своим партнером. Юньков, если я не ошибаюсь, подключался к этой атаке. Юньков бросает и забивает 1-0 в пользу Амура. Отбил шайбу перед собой Станислав Галимов. В общем-то ближний угол был практически полностью закрыт, но как попал сильно и точно Александр Юньков. Юньков в отсутствии Петружалика и Муршика является самым результативным игроком Амура. Его соперник, что касается Коригунова, 13 матчей за автомобилистом провел в нынешнем сезоне. Отметился всего лишь одной результативной передачей. Низгало бросает от синей линии и шайба оказывается в ворота. И, судя по всему, это прямой бросок. Рикошет все-таки был, да. Был рикошет от Артема Седунова. Без скорости находился на дальней синей линии и висел на нем игрок. Поэтому быстро Энко Старшайба избавился и она к нему вернулась. Бросок поворотом и Яровинин довольно красивый сейв сейчас совершает. Ловит шайбу в свою ловушку. Все началось с того, что вдвоем населен защитника Амура Майоров и Радулов. 15,2% у Амура. 23 запрошли шайбу в 151 попытке. Трежда пропускал играя в большинстве шайбы Степанов. Пас на синюю линию. Мощный бросок Александра Логинова. И, пожалуйста, выход нет. В авадин не получится. Но Кольцов может что-то сам придумать. Не стал ничего придумывать. Развернулся. А там кого-то из игроков гостей подстрелили. Лежит на пятачке. И Роман Рукавишников. Вот и заблокированные броски у игроков Атланта пошли. Правда, сейчас большим трудом Рукавишников поднимается со льда. Мощно бросил Логинов. Хорошо замахнулся. И попал в бедро. Фокс захотел вернуться. На этот раз, правда, смилостивились арбитры. Поэтому все равно аккуратно не нужно. Выход 3 в 1. Бросок поворотом. И Станислав Галимов останавливает эту шайбу. Красивый степь. Великолепный момент. Это пусть и небольшой получил все-таки Станислав Галим. Остался один совершенно Виталий Новопашин. И, конечно, разыграли шайбу. И Станурова в этой ситуации довольно легко. Но возвращая шайбу в зону атаки. Майоров. Батыршин завозился в углу. Коротков на Юньковой шайбоворотах. Гол в меньшинстве. Пропускает Атлант. И снова Коротков с Юньковым. Но на этот раз заставили ошибиться Рафаэля Батыршина. И вывели Амур вперед. Смотрите, Галимов-то со своей работой справляется. А вот Батыршин здесь вертушечку устроил. Юньков подождал своего партнера. Знаю, что Коротков в отборе шайбы очень неплох. Дождался передачи. И между шайбой направил Станиславу Галимову. Дубль Александра Юнькова выводит Амур вперед. Защитника. Юньков централизирует шайбу Атлант. Комнат как-нибудь выкраснулась в третьем периоде. Понятно, в 10 часов по Москве. Ох, какой бросок! И шайба ворот в 2-2. Максима Великова. Ближний угол. Были там рикошеты или нет? Несколько ложных движений, но на месте Станислав Галимов. Пытался раскачать. Это интересное решение тренерского штаба. Тоже пошел в обводку и тоже в этом деле не преуспел. Ох, как красиво сыграл. И между щитков шайбу направил. И вывел Атлан вперед в этой послематчевой серии. Ну, скачал как корпусом. Посмотрите. И между щитков туда в домик. Александр Юнько. Также забивший свою первую попытку. Второй оказывается не точным. И Атлан одерживает победу. Команда Алексея Кудашова завоевывает 2 очка. И лишь одно достается Хабаровскому Амуру. 42 балла теперь на счету Хабаровча. Ну, а на счету Атланта 56 очков.